Всем привет! Сегодня хочу поговорить о компрессии. Собственно, не о самой компрессии, а компрессии у меня уже очень много видео, а по технике работы с компрессором, как отстраивать компрессор. Вот, да, хотел еще сказать, что, ну, вы все уже, наверное, знаете, у меня на регулярной основе идут постоянные онлайн-курсы, и записаться на них можно будет в описании, будет ссылочка. Приходите, если хотите у меня учиться, приходите. Итак, динамический диапазон человеческого слуха 120 децибел, да, то есть самые громкие звуки, которые мы слышим, это 120 децибел. Дальше уже, дальше уже болевой порог. Ну, вот для того, чтобы ориентироваться, что такое 120, 40, 50, 60 децибел. Форта симфонического оркестра 85 децибел. Уровень шума в метро 90. Уровень шума на садовом кольце 65,70. Допустимый уровень шума в жилых помещениях 44 децибела. Вот, если я сейчас с вами разговариваю, то моя речь здесь звучит порядка 30-40 децибел по громкости. Что нам дает эта информация? Ну, во-первых, смотрите, если вы работаете с high-end, с around 5.1, то прекрасно, когда у вас используется весь динамический диапазон, и вы все слышите. Но как только вы отдаете трек в эфир, вы должны понимать, что там динамический диапазон всего канала, там обычно телевизионного и так далее, порядка 30 децибел. И дальше вы не можете выйти, все остальное это будет браком. Поэтому все, что мы отдаем в эфир, мы очень сильно сжимаем и компрессируем. Компрессор — это управляемый усилитель, коэффициент усиления которого либо равен единице, когда он не работает, либо он меньше единицы. Что это означает? На самом деле это очень все просто. Громкие сигналы компрессор делает тише. Тихие сигналы он оставляет без изменений. Передаточная функция компрессора — это зависимость выходного сигнала от уровня входного сигнала. То есть здесь у нас то, что в него входит, а здесь то, что из него выходит. Передаточная функция компрессора выглядит таким образом. До точки порога коэффициент усиления компрессора равен единице. После достижения порогового значения коэффициент усиления всегда меньше единицы. Предположим, на входе у нас есть дельта изменения сигнала в 5 дБ. До того, как компрессор достиг порога, коэффициент усиления равен единице, значит, на выходе мы получим изменения в те же 5 дБ. После достижения порогового значения коэффициент усиления компрессора меньше единицы. Это значит, например, при дельта равной 5 дБ выходной сигнал изменится только на 2,5 дБ. Это значит, что компрессор сжал сигнал с рейшио в 2 к 1. Рейшио – это соотношение входного и выходного сигнала. Итак, параметр «Рейшио». Рейшио может быть 2 к 1. И так далее. И последнее – бесконечность к 1. Это когда никакие сигналы не превышают порогового значения. Фактически, это режим лимитирования. Лимитер – это частный случай компрессора. Итак, лимитирование. Вот такая простая история. И для того, чтобы вам правильно работать с компрессором, вам нужно это понимать. Теперь, оставшиеся параметры. У него еще их много. Итак, разберемся с основными параметрами компрессора. Предположим, у нас есть огибающая – kick drum. И ее график будет выглядеть вот таким образом. Пороговое значение – трэш-холд. Атака – это время, через которое сработает компрессор после достижения порога. То есть, аналоговый компрессор не может сработать мгновенно. Цифровой – может. Тем не менее, время атаки – это очень важный и художественный параметр компрессии. Релиз – это точка, после которой компрессор восстановится после порогового значения. И рейшо. По сути, вот четыре основных параметра – порог, атака, релиз и рейшо. Компрессор отставит сигнал без изменений до точки атаки. И дальше компрессор его сожмет до точки восстановления, до релиз. И дальше он опять останется без изменений. Предположим, вот эта линия – это рейшо 2 к 1. Тогда рейшо 4 к 1 пройдет точно так же, но с большей крутизной. Семейство вот этих кривых характеризует рейшо. Основные параметры, еще раз. Атака, релиз, рейшо и трэшхолд. Трэшхолд – это точка, от которой он начинает работать и от которой считается атака. Дальше – степень сжатия и точка восстановления. Вот это основные параметры компрессора. Теперь мы перейдем в студию, и я на практике покажу вам, как работает компрессор. Как настроить компрессор? Опускаем порог и поднимаем рейшо. Теперь зависит от того, какую задачу мы перед собой ставим. Получилось так, как будто барабанщик стал играть от плеча. Ну и давайте то же самое сделаем на плагинах. Задайте себе простой вопрос. Так могло быть сыграно? Ну что, я надеюсь, это видео вам было полезным. Ставьте лайки, жмите на бубенчики. Всем хороших миксов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok